Ну что? Провожаем гостя в Москву. Все, да? Да. Один день всего и поехал? Ну, как один день-то? Один день дрова все порубил и уехал? Ну, да. Нет, ну я побыл недельку, хватит, пора и это... Надо почаще приезжать, да. В гостях хорошо, но дома лучше. У нас не успел дрова поколоть? Ну, да. Сами колите свои дрова. Рука. Он нам тут кучу всяких разных замечаний сделал, которые нам надо исправлять, так что мы сейчас потихоньку будем... Да, исправляйтесь, я приеду, наверное, через месяц и все проверим. Хорошо, что ты нам корову не посоветовал. Нет, корову. Коровы, конечно, нет. Так что, ты не сильно разлился, что мы твою машину взяли? Я даже не заметил. По видосу видел, но не сильно. Она стоит на месте, да, там, нормально все? Да, все нормально, все шикарно. Мы ее даже нигде не поцарапали. Только она стояла в другую сторону. А я даже и не помню, как она вообще стояла. Видишь, как хорошо. Хорошо, что мы не на ручнике ехали. Ладно, ребята, все. Пока-пока. Аккуратно. Приеду, наберу. Приедет, все проверит. Все, козам обязательно, осину. Кстати, вон осина на том берегу, осина, вот эти осина козам. Вот, и елку. Все. Пока. Ветер, однако, будет. А, ветер, кстати, ветер задувает, наверное, сюда. Наверное, да. Ну, все. Следующие гости кто? Не знаю, а кто следующий гости? Пока-пока. Пока-пока. Ну, все, рассказал, что приедет проверить, значит, приедет проверить. Нам с тобой надо все переделать. Ну, не переделать, а... Исправлять свои косяки. Да. Слушай, такое голубое небо, и при этом снег. Вообще, как будто летом уже. У нас все... Сегодня полдня было пасмурно. Наверное, потому что Коля уехал. Да. Колю мы проводили. Вот. И теперь возьмемся за старое. Надавал нам кучу советов по животным. Потом мы вернемся к животным. Сейчас вот перейдем во второй сруб. Как Коля правильно говорит, умей выслушать человека. Вот мы его выслушивали. И делаем по-своему. Мудрые советы... Ха, да. Нет, мудрые советы мы, естественно, принимаем, аккумулируем и используем. Кстати, сегодня про хорошую погоду. Сегодня у нас какое число? Сегодня... 19-е или 20-е? Почти 20-е марта. И сегодня на улице было 9 градусов. Замечательно. И теперь с каждым днем все будет теплее и теплее. Но сегодня я напомню, что полдня было пасмурно и вообще не весенняя погода. Пошли, покажем, что мы там сделаем. Пойдем, пойдем, пойдем. Что он спрашивает, включить ли здесь свет? Зачем здесь два окна? Здесь так светло, это вообще... А еще тепло, я уже, видишь, расстегнулся. На улице плюс 9, а здесь плюс 10. Опять эти вертолеты разлетались. Да что ж такое-то? Они следят за нами, однозначно. Да ужас какой-то. Не зря же говорят, что закон этот о дачных участках будут дрона облетать. А, так они как раз таки фотограф. Там фотограф сидит и фоткает, кого там какие сарай построят. Ну что, мы зашли показать, что мы здесь делаем, да? Сделали. В основном я здесь пребываю в течение дня. Естественно, я выхожу там, что-то другое делаю, кушаю иногда. Валя там колит дрова, достаточно много она нарубила. Я утром обычно встаю, когда еще подморожено, потихонечку там рублю, пойду потом животных кормить. И, конечно же, здесь все раскидано, как обычно в моем репертуаре. Да, это нормальная рабочая обстановка. У нас уже полностью сделан пол, как вы видите. Имеется в виду, что доски полностью укомплектованы на полу, они лежат, но не закручены. Потому что они были обработаны антисептиком, и некоторые были влажные. Вот, они высыхали, они до сих пор высыхают. Если наверху, к примеру, они очень хорошо просохли... А вот здесь, кстати, хорошо заметно, какие доски ты обработал, а какие нет. А какие у меня просто не успел... Закончился сантисептик. Закончился? Здесь буквально 2-3 доски осталось, и все. Ну, это ничего не страшного, потом обработаем. Рассказывай, что за белая полоса вон там виднеется? Вот это вот, что это такое? Я не знаю, я ничего здесь не делаю. Ну, Тём, ну правда, что это такое? Короче, пол мы положили. И следующий этап у нас, пока вот это все сохнет, нам нужно будет потом утеплитель класть между лагами, естественно, перекрытие. Вот. Но перед этим нужно было ставить коротыши на концах этих лаг, как бы закупорить, чтобы упереть туда утеплитель. Вот. Эти коротыши со всех сторон должны стоять. У меня остался только один коротыш. И он в самом таком сложном месте, это там, где с рук примыкает к первому. И да, кстати, сегодня бы еще не забыть, я как раз-таки отвечу на кое-какие интересные вопросы. Вот здесь ты имеешь в виду, да? Да, вот здесь кусочек, и там придется, наверное, подрезать доску. Ну, там же, там же, получается, как и вот с другой стороны. Там прямо на улицу видно. Да. И здесь вот с этой стороны то же самое. Это для проветривания сделано. Короче, нужно здесь что-то придумать и как-то сделать. А у тебя там какая-то таска уже стоит. Ты уже сделал что-то? Там доска стоит, так же и с той стороны придется подпиливать. Но там, мне кажется, щели побольше, поэтому придется подкладывать какие-то брусочки. А можно вопрос? Вот это вот, как, столб вот этот, он высокий, так он же выпирает. А у тебя утеплитель как-то будешь ставить? У нас же здесь 200 будет? Тебе придется срезать его, да? Ну, не знаю, посмотрим. Но мне кажется, не придется. Ну, если придется, спинзопилу возьму и спилю. Так, вопрос по поводу пола. Все время возникает и споры ведутся. Хотя, наверное, по большей части комментарии такие, что у вас гниет пол, потому что пленка, пленку нельзя стелить. Только один человек, по-моему, в комментариях написал, что все у вас правильно сделано. Еще раз напомню, что мы консультировались с Эдуарда. Вот, он специалист в каркас, в строительстве каркасных домов. И по поводу пирогов он нам досконально все объяснил. Вот, я думаю, нет нужды еще раз что-то, как бы, пересказывать. Давай только объясним, что нам писали, что балки не должны быть закупорены с двух сторон пленкой. У нас пленка только с одной стороны, которая препятствует прохождению холодного пола в помещении. Холодного воздуха. Да, и ни в коем образом доски на ней лежащие не будут гнить. У нас бревна снизу открыты. То есть мы как вот делали, как объяснить? Короче, получается, даже если ветрозащиту мы бы закрыли полностью бревна, эта вся конструкция бы тоже дышала снизу, поддуваемая ветром из-под этих отдушин. За воздушин, да. А пленка, единственное, чтобы холодный воздух не подступал в помещение внутри, где вы находитесь. Вот, и когда мы будем делать перекрытие потолочное, 200 мм утеплитель, будет лежать на пленке. То есть вот эти лаги будут закрыты пленкой полностью. Снизу. Снизу. А по поводу того, что снизу, вот здесь вот у нас, вот как Тёма говорит, вот эти балки так будут закрываться пленкой, чтобы пар не проходил и не конденсировался на утеплителе. Сверху же, опять-таки, сверху этого пирога у нас будет стоять что? Опять та же самая ветровлагозащита, которая двухсторонняя, то есть она пропускает и в ту, и в другую сторону. Правильно? Да. И воздух будет через неё проходить. И там по логике вещей всё должно проветриваться влага. Совершенно верно. Так что будем надеяться, что мы всё правильно делаем, у нас всё это будет работать. А самый интересный животрепещущий момент, а это наша вот эта вот провисшая балка. Её надо срезать. Я там всё затянул, все вот эти шпильки, которые были вставлены в брёвна и закреплены дополнительными стропилами. И, ну не стропилами, а коротышами. Вот этими, которые стропили были прикреплены. И дополнительные лаги, которые должны поддерживать эту стропильную ногу. Вот стропильная нога получается вот здесь посередине. И с двух сторон доски на неё вот этими штырями закреплены только для того, чтобы нам надо спилить вот эту вот лопнувшую балку. Сейчас я у меня пойду немножечко, чтобы её было видно. Чтобы вы видели, насколько она провисшая. Она и провисла, и она сама по себе и кривая была. Не так, как те. По ней прямо видно, что она вот заходит за лагу там. А здесь вот под лагой ещё 10 сантиметров, наверное. И здесь треснувшаяся. В общем, здесь перед тем, как начать утеплять потолок, не потолок, перекрытие, да, правильно называется? Нам нужно вот эти вот щели большие здесь между брёвнами закрывать. Вот здесь, кстати, что за квадратик такой? Ну там запилы какие-то были, скорее всего, под лагой сделаны. И надо будет какой-нибудь обрезок доски и запенить тоже, наверное. Это в нескольких местах надо сделать. В общем, надо спилить балку, запинить вот эти вот дырки, которые я сказала. Отверстие щели, как они называются правильно. Уж простите меня, пожалуйста. И всё, можно приступать. На вопрос к тому, почему мы здесь этот сруб тоже не шлифуем, как тот сруб делали. Ну вот смотрите, видите, у нас вот один сруб пристроен. Правильно я говорю? Он пристроен к другому. И посмотрите, насколько здесь выпирает вот это вот дерево. Здесь, конечно, тоже можно что-то придумать, что-то сделать. Это и с этой стороны, и с той страшной стороны. А ещё вот те вот углы страшные. Я для наглядного примера покажу. Вот если самое выпирающее бревно взять и приложить уровень. Вот он, вертикальный уровень. Расстояние до бревна, которое находится в середине, как минимум в 7 сантиметров. Да. И это не только на этой стороне. А эта сторона, мне кажется, вообще наоборот самая ровная. Вот. А тот сруб у нас вертикально стоял, ну там отклонение небольшое, только со стороны окон. Там вот мы помучились немного. А вот в остальных местах, и плюс бревна там лучше. Они цилиндрической формы, а здесь они скошены, срезаны и криво ещё вставлены. Скошены, срезаны. Вот мы имеем в виду, что вот так вот. Это опять-таки не видно будет в ванн, наверное. Вот так вот. В общем, для того, чтобы эти бревна здесь всё шлифовать, чтобы они до гладкой поверхности были, это тоже надо умудриться. Вот, допустим, смотрите. Вот где оно. Вот идёт бревно здесь вот это вот, я показывала. Оно вот ровное, да? А здесь его начали, обтесали его. В общем, это будет очень сложно. Поэтому мы решили, что мы вагонкой обошьём всё. И те люди, которые пишут, что это всё вагонка заезжена, некрасиво, смотрится не очень, поверьте, мы придумали кое-какое интересное решение. Мы постараемся сделать классно. Да. Так что вот. Не как в джунглях. Пошли, покажем. Так, да, мы теперь... Твоей работой похвалились, моей тоже надо похвалиться. Пойдём, да, и в хозяйство заглянем тоже. Пошли. Сегодня насыщие. А сейчас мы подошли к... Клетки, нашей кнопочки. И хотим посмотреть, кого же она там родила. Ты как этот, как Дроздов, да? А теперь мы подошли к гнездованию Дрозда. Нашим крольчатам две недели. И они как щенки и большие. И толстые. И зубастые. Зубастые. Смотри, какие они. Смотри, я заприметил сразу вот этого. Ой, блин, как у них здесь горячо. Ой, ой, как... Куда ты побежал-то? Подожди, подожди, подожди. Ты посмотри, сколько она здесь травы натаскала. Это вообще ужас какой-то. О, мордочка такая. Привет, мордочка. Я его заприметил, потому что он коричневый, как и кнопка, скорее всего. Смотри, вы толстенький. Ай-ай-ай-ай, аккуратно. Они что-то вообще такие дерзкие. Смотри, смотри. Ну вот видно, да, его? Конечно. Глазки уже открыл. Им две недели. Ну, милаши такие. Здесь их, я думаю... Блин, я думаю, надо посчитать. Давай откроем, посмотрим. Ну, куда вы прячетесь-то? Да ладно, подкакиваешься. Один-два. Куда вы? Слушай, здесь пол... А, вот она для чего столько сена сюда накидала. Там норы. Там норы. Они туда проходят. Здесь вот нора, и они туда проходят. Вот хитрюка какая. Понятно. То есть вот я вот... Да ладно, не вытаскивай. Вот она хитрая. Это единственная самка, которая делает такое гнездо. Да, она вообще у нас молодец. Нам, кстати, давали совет по поводу того, чтобы делать вот эти вот P-образные домики, чтобы не вываливались крольчата, как у нас мы сейчас дверь открываем, могут вывалиться. Надо будет в следующий раз, на следующий крольчих по поводу обязательно. Нам многому чего надо поучиться, и от Коли мы там очень многому тоже узнаем. Со стажем советуют. Пошли покажем мои дрова. А, ну пошли, да. Я просто про пчел хотел сказать. Там просто многие спрашивают про пчел. Ну, кому-то интересно, естественно, какой-то процент наших зрителей интересуется пчелами. Так вот, я хотел сказать, что я создам плейлист пчелы. И там будут там несколько видосов про пчел. То есть, так, можете в плейлист зайти и посмотреть. Здесь какая-то крольчиха пытается убежать, слышишь? Она не убежит. Пошли посмотрим, что-то там. Пошли. Я отсюда вижу, что много. Пошли. Ну что? Кто молодец? Мы молодцы. Я так понимаю, воодушевилась, когда Коля сказал, что он за один день наколол полторы телеги дров. Только у меня это не один день, а одна неделя. Не, ну я. Я тебе тоже чуть-чуть помогаю. Ничего себе, чуть-чуть. Ты хорошо мне помогаешь, так что. У нас сегодня девчонки не лазают по дровам. А то кто-то мог... Ну, многие замечают, что не надо их там. Пускать они там на вершине мира могут упасть. Сегодня девчонки у нас в доме, потому что Катя уже сегодня гуляла. Она мокрая. Она уже тряпла. Через 20 минут уже мокрая. В лужу уже тряпла. Вот. А Соня недавно пришла со школы и решила остаться с Катей. Они сидят, отдыхают дома, в общем. Так, ну в принципе, что здесь? Я думаю, вот мы накололи половину, может быть, чуть больше. В течение недели, и даже может меньше, если там в усиленном темпе, то это все проколется. Ну да, вот как ты и говорил, там Тема вышел утром, немного поколол. Я между делом, то Теме помогу что-нибудь делать, то приду поколю. Так что дело идет. Просто я не левша, и если у меня правая рука потянется сухожилия сильно, я не смогу потом влево. Да, еще там был интересный такой комментарий по поводу того, что что у вас опять все валяется, хоть приди и уберись. А это заначки наши. Ну да, вот у нас здесь есть много что грязного. Да мы же уберем, у нас же и ремонт идет. Мы как это, как Джессика, мы прячем нычки, вот, это все под снегом, а весной мы находим. О, а мы же дрова искали, вот они, пожалуйста. Да, мы все уберем весной самую, видите, у нас здесь будет красиво и классно, как всегда. Да, на самом деле это шутка была. Смотри. Прямо над нами. Да. Ой, где она там? Вон, 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 нет, вот. Ты найди сначала ее глазами, вот она сидится. Радуется весне. Ну я ее через объектив не вижу. Улетела? Нет, там. Видно? А, вот, да, вот она. Сидит. Чик, 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 чик. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Пока-пока Так уже Так уже солнце село Мне надо быстренько положить Вот эту подкормку Под холстик на рамке вулей Вот И надо бы это быстро сделать Потому что на улице хоть и плюс Но это быстро остывает Вот эта вот подкормка Из меда, из сахарной пудры Вот, поэтому я пошел быстренько Все, сейчас вот протыкаю Здесь вот отверстие С той стороны, которая будет Классно непосредственно на рамке Спичкой или зубочисткой Много дырочек сделать Чтобы потом пчелы имели доступ Вот Так в пакете и положу Как посоветовал Вань Вот, поэтому пойду Быстренько все сделаю И вернусь Как я уже сказал Я уже куле подошел Это надо было сделать Подкормить После захода солнца Чтобы не тревожить их На дневном свете Поэтому я дождался Сейчас вот Уже солнца нет Луна вон светит Пока тепленькая Все Положу им туда Так, вот они пчелки Все, закрываем Я, конечно же Вначале самому сказал, что Вся процедура Это происходит Во время того, как Солнце уже село В сумерках В темноте Я сам подсвечивал На камерным светом Просто мне самому было интересно Что там И клуб Пчел Он наверху, естественно Но там осталось Несколько рамок И получается, что Не зря Ваня дал вот эту вот лепешку Перестраховаться, так сказать Хоть они подают признаки жизни Я вижу, что там пчелы активные Но их осталось очень немного Тем более, что это молодой рой Хоть он и заполнил все 8 Не все Заполнил 8-9 рамок Но опять же Что-то, возможно, пошло не так И они съели больше, чем надо было Поэтому Пускай они в течение Определенного времени Вот этого подкормку едят Набираются сил И уже Чуть позже Когда температура поднимется До нужной Они будут делать Вылазки Вот Так что все Не буду больше их тревожить Все, пошел домой Может, я вытаскивала сюда? Да